Антигрифер шоу, различные топы о Майнкрафте и также куча и куча очень крутых мини-игр. Всё это вы сможете найти на канале Бенник ТВ. Заходи и подписывайся. Как делишь, кребетишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт в новую серию нашего сезона с модом Пиксельмон. Многие её ждали, поэтому я решил её выпустить именно сегодня. Это уже второе видео за один день, поэтому я надеюсь, что вы не поленитесь поставить свой лайк, потому что это действительно стоит того. Также, ребята, мне просто-напросто нужно знать, хотите ли вы видеть новые серии Пиксельмона, и вы можете мне помочь с этим определиться. То есть, как только мы набрём 2000 лайков, я сразу же выпущу новую серию. Мне просто нужно знать, есть ли смысл продолжать вот эту рубрику. И вы можете помочь, ребята, может именно ваш лайк определит, выйдет ли новая серия Пиксельмон или нет. Да, поэтому не поленитесь секунду, чтобы поставить лайк, и также секунду, чтобы подписаться на мой канал. Как я уже много раз говорил, каждый подписчик для меня как друг, поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую и дружную семью подписчиков. Всё, что нужно, это просто нажать на красненькую кнопочку с надписью «Подписка». Секунда лайк, секунда подписка, но за эти две секунды ты действительно сможешь делать меня намного счастливее. А мы, ребята, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, вот мы и приступаем к нашей новой серии. Я надеюсь, что многие её ждали. Да, но, идейка. Многие мне писали, многие мне предлагали, многие мне говорили, чтобы я опять создал качалку на Блисе. Кто меня давно смотрит, кто смотрел мои предыдущие сезоны Пиксельмона, тот наверняка помнит то, что практически в каждом сезоне у нас была качалка на Блисе. Что это такое? То есть мы создавали, можно сказать, искусственную в какой-то степени качалку, где спавнились покемоны, они то есть спавнились, 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 они никогда не прекращались спавниться. И они были очень большие уровни. Эта качалка была платная, то есть, чтобы туда войти, чтобы убить какое-то определённое количество покемонов, нам нужно заплатить. Но, эти покемоны очень большие уровни, то есть, если мы туда придём, если мы убьём несколько покемонов, то мы офигеть, как много уровней прокачаем, потому что Блисе это такой покемон, у которого очень много жизней, и когда ты его убиваешь, то тебе может выпадать до 30, 40 или 50 тысяч опыта, и то даже больше. Поэтому, ребята, это очень даже круто. И я так думаю, что создать это для того, чтобы быстрее закончить этот сезон, потому что мы прокачиваем наших покемонов к 50 уровню. А если у нас будет Блисси, и если мы сделаем какие-то правила, допустим, я не знаю, там, максимум убивать 5 или 10 Блисси в одной серии, и платить за каждую Блисси по, ну, допустим, по одной или по две бронзовые монеты, как сейчас у нас есть, то, в принципе, мы за одной серией будем прокачивать до двух, до трех команд. Тем самым, где-то к сотой серии этого сезона мы сможем закончить этот самый сезон и начать новый сезон. И там, если честно, уже дофига сколько новых версий вышло, поэтому там еще намного лучше будет. Поэтому, ребята, решайте вы. Я в этой серии еще не буду делать качалку на Блисси, но я уже приготовил предметы. Вот видите, ребята, это как обычный спавнер, но это спавнер покемонов. То есть я уже приготовил вот эти предметы. Напишите в комментариях, действительно ли вы хотите видеть качалку на Блисси. Если да, то сразу же в следующей серии Пиксельмона я ее сделаю. И вы увидите то, что, насколько она эффективная. Потому что мы действительно ускорим конец этого сезона где-то в 3-4 раза. Потому что за одну серию мы будем прокачивать офигеть как много покемонов. Поэтому, ребята, решайте вы. А пока вы решаете, ну в этой серии мы, наверное, обычным путем будем прокачиваться. Будем прокачиваться в данный момент в глиняном биоме. Потому что вроде в предыдущей серии мы тут находили офигеть как много Лайронов. Просто офигеть как много Лайронов. А Лайроны это, ну, покемоны, которые спаиваются где-то с 60 уровнями Поэтому с них выпадало офигеть как много опыта Если сейчас мы их сможем находить, то в принципе в этой серии Если мы прокачаем до двух покемонов хотя бы к 50 уровню, это будет уже очень даже круто Но, как вы знаете, когда мы хотим это сделать, то... Так, 20 уровень Когда мы хотим найти вот этих покемонов, то они не спаиваются Поэтому будем хотя бы стараться их найти Шангалеру, в принципе, тоже два уровня осталось Кому еще осталось? Праймейпу 20 уровней осталось Ну, как только мы их прокачаем, то мы, ребята, сразу же будем выкладывать их в компьютер И будем брать новых покемонов для прокачки Потому что, как я помню, даже на данный момент у нас нет ни единого бокса В смысле, в нашем компьютере, где хранятся наши покемоны Ни единого бокса, где покемоны были бы прокачаны То есть, есть покемоны первых уровней Есть покемоны, допустим, 48 уровней, где еще два уровня не хватает То есть, ни единого бокса нету, который был бы прокачанный на 100% Поэтому, ребята, нам нужно поторопиться, если все мы хотим новый сезон Пиксельмона Многие... Многие... Я не говорю то, что все любят Пиксельмон Многие не любят Пиксельмон Но те, кто любят, те хотя бы меня поддерживают И те постараются сделать все возможное для того, чтобы вышла новая серия Для того, чтобы мы закончили этот сезон Чтобы начать новый сезон Поэтому, ребята, решайте вы В принципе, сейчас у нас тут уже будет ночь А ночью... Ой, я там вижу Лайрона, я там вижу Лайрона Ночью в глиняном биоме вообще делать нечего Потому что ночью тут никто не спаится толково И вообще никаких больших уровней нету Поэтому ночью отсюда лучше уходить А ночью мы пойдем, конечно, в наш рай покемонов То есть на остров, где... Я не знаю, может что-то залагало Или, может, это такой просто спам покемонов Где спаивается Офигеть, какое большое количество покемонов Да Кстати, ребята, у нас уже Шанделур... У нас уже Шанделур 50-й уровень Как думаете, есть ли смысл его дальше прокачивать Или просто-напросто возьмем и выложим его И возьмем нового покемона Потому что, ну, 50-й уровень хватит Все, зачем его прокачивать к 70-му, к 80-му Если просто-напросто можно его выложить И взять какого-то нового покемона Который также может тащить Я на это надеюсь Кого бы взять, ребята? Кого бы взять? Давайте быстренько подкидывайте мне свои идеи Выкладываем Шанделура и на его место берем... Я не знаю, я не знаю Галета может? Галет, в принципе Если мы сейчас пойдем в рай покемонов То нам нужно электрического покемона Потому что там водные покемоны А электрический как раз с ним будет Очень даже разбираться Точнее, с водными покемонами Но электрических Я не вижу, если честно Электрических у нас, походу, нету Я вот так смотрю Я вижу Трико Я вижу Дроузи Всех-всех Эмолга электрический Но эмолга Может Зангуза Давайте Занозу возьмем Давайте Занозу возьмем Кстати, давайте переименуем его в Занозу Я не знаю Мне проще говорить Заноза Чем, допустим, какой-то Зангуз Заноза Заноза Вот так А добойте его кличка А он... Какой он тип вообще? Нормальный Ну Посмотрим, ребята Посмотрим, что он сможет порешать Давайте пойдем Ну, пойдем Посмотрим Рай, вот сюда Уже ночь Уже ночь Поэтому мы уже теряем время Нам нужно как можно быстрее начать прокачивать Как мы будем Занозу прокачивать И будем Праймейпа Или может даже наоборот То есть Твою нафиг, а Может даже наоборот Вот сюда И вот сюда Пока у нас Заноза Не такой большой уровень То мы, в принципе, будем прокачивать Праймейп Я надеюсь, что у него есть более-менее такие нормальные атаки Он уже 34 уровень Поэтому это уже дофига, если честно Это уже дофига Ему еще осталось 16 уровней И он уже Он уже полетит обратно в компьютер И мы его больше не будем прокачивать Ух ты 39 Замечательно Да ты прям убил нас с одного удара, зараза Этот суйкун Мать его Меня уже троллит До такой бесконечности Что это может сойти с ума Я просто на него уже даже не буду обращать внимание Он меня, если честно, уже заколебал Он нас всех уже заколебал Этот конченый Суйкун Который реально нас троллит Просто троллит 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 И троллит И никогда не останавливается Охренеть Языкастый Пожалуйста Во Молочина просто А я думал, что ты уже не справишься Если бы ты не справился Ух ты Нифига себе Здрасте Сорок шестой Уровень Я надеюсь То, что ты его сможешь убить Сорок шестой Уровень Босик В принципе Ты не такой-то сильный Покемон Двиббл Да Во Замечательно Так Так Ну Пускай Пускай будет Пускай будет Хоть и не такие Твою Желтую Мать Да ты заколебал Меня уже Это такой Нафиг Это такой Дотошный Покемон То, что Можно сойти с ума Друзи 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 И так час Если бы мы его не убили Он бы дальше продолжал говорить Друзи 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 До бесконечности Нафиг Офигеть Почему некоторые покемоны Вообще ничего не разговаривают А некоторые Вот есть такие дотошные Которые каждую секунду Повторяют их имя Я не знаю Ребята Честно Я не знаю Я вообще-то Не в кроконава кидал Ну Пускай будет В слэш эмбарго Давайте вот так Замечательно Ооо Спрятались Тут такие большие уровни Праймэп тащит Ребята Кстати я не думал То что праймэп Сможет вытащить В 50-х уровней Да Если бы не он То мы бы сейчас Даже вряд ли Смогли прокачиваться Он если честно Тащит нас сейчас 38 уровень Ребята 12 уровней И он сразу же Улетает в компьютер Потому что дальше Он нам не будет нужен Мы его сразу же Выложим Вот это хреново Мне кажется На слоу поков Точнее не на слоу Поков Проков Нафиг А слоу бро Нету смысла нападать Потому что они В принципе очень большие уровни И у них очень много защиты Поэтому Вряд ли мы их сейчас Можем убить Тем более Нашим праймэпом У которого нету никаких Особенных Атак Да Восьмой уровень Замечательно Я кинул восьмого уровня Хотел кинуть в этого Но кинул восьмого уровня Аааа 39 уровень Давай Давай Праймэйп В этой серии Ты хотя бы должен быть Ну минимум Сорок пятым уровнем Если ты не будешь Сорок пятым уровнем То ты Бестолочь Ты реально Бестолочь Вот ты сейчас уже Да Сороковой уровень Мать Твою Желторотую Иди сюда Иди сюда Друзи О я слышал Зару Она зару А у нас уже есть Нету смысла Ё лови Иди сюда 53 уровень Вот на таких чудиках Как раз Самое место Прокачиваться То есть Именно вот тут На этом острове Самое место Нам прокачиваться Кстати Что мы можем Давайте Вот так Ух ты Нифига себе Нифига себе Нифига себе Давайте 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 Вот так А что там За новая Атака была Давайте Испытаем Ну я не знаю Ковид Да Ковид Да Ну как я говорил На слоу бро Нету смысла Их испытывать Потому что Ну они Очень жирдяи Такие Если так Образно Выражаться У них Очень много Защиты Поэтому На них Нету смысла Нападать Тем более Прайвейпом У которого В принципе Против них Никаких Особенных Атак Нету Но Как я вижу Вот этих Краудантов Лучше Все таки Бить Вот этой Атакой А не Новой Так Где 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 И кто Точнее Есть ли Какие-то Новые Покемоны Которые Большие Уровни 24 Зангус В принципе Можно Быстренько Убить И тут Еще Был Один Зангус 21 Ребята Если кто Не знал То Если мы Убиваем Одного Покемона То на Его Месте Появляется Новый Покемон Да То есть Если мы Убили Десятого Уровня Покемона То Чанки Как будто Обновляются И на Месте Этого Десятого Уровня Покемона Может Появиться Пятидесятый Уровень Покемон То есть Новый Покемон Поэтому В принципе Есть смысл Даже убивать Всех Покемонов Подряд Иксайзор Вот это То Что я Ждал Это То Что я Ждал Иксайзор Это Лучшая Атака Для Жучего Типа Покемона То есть Мне кажется Заноза Уже И сейчас Может Более Менее Рубить Всех Подряд Вот видите Он Тридешестой Уровень До этого Он Никого Не мог Убить Как только Он стал Как только Он Получил Атаку Иксайзор Он уже Сразу же Стал Самым Лучшим Покемоном В нашей Команде Вот так Замечательно Все Сейчас Заноза Будет Сам Прокачиваться Потопали Севайпер Прям Прям Такие Враги Нафиг Встретились Потому что Как я знаю Зангус И Севайпер Это Прям Заклятые Такие Враги Поэтому Они Прям Встретились На этом Острове Но К сожалению В данный Момент В данной Ситуации Севайпер Победил Но Ничего Ничего Мы Сейчас Еще Докачаемся И мы Тебя Севайпер Еще Один Раз Встретим Нифига себе 49 уровень Да Я Как-то Ожидал То Что Намного Больше Урона Будет Но Давай Праймейпушка Праймейпушка Давай 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 Я понимаю То что Бить нафиг То что Ты лучше Будешь Промахиваться Бластой По тебе Будет Сто раз Попадать Я понимаю То что Тебе Намного Приятнее Делать Вот так Да То что Ну мне Лень Да Мне лень Вообще Кого-то Бить Зачем Я буду Руку Поднимать Если я Ленивая Жопа Лучше Чтобы Бластой Меня Сам Запинал Я Понимаю Я Прекрасно Понимаюсь То что Лень Кого-то Бить Если Можно Мейб Нас Подвел Он Нас Просто Киданул И Умер Не знаю Может у него Какие-то Дни То что Он не хочет Ни с кем Сражаться Языка Стоит Вряд ли Ты сможешь Что-то Тут Решить Ну Хотя Бо Чуть 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 Во Даже Не то что Чуть Чуть Снял Ещё Жизни И Умер На что Я Рассчитывал Он Ещё Даже Победил Наш 49 Уровня Бласт Поэтому Уважение Тебе Уважение Тебе Языка Стоит Я кстати Видел Шайни Или мне Показалось Наверное Всё-таки Показалось 55 Уровень Заноза Но у нас Шайни Заноза Это ещё Намного Лучше Шайни Заноза Это Красивый Покемон Синенький Аааа Вот Вот Ну Хоть Где-то Языка Стоит Смог Показать Свою Силу Замечательно Ну что Ну что Праймэп Ты какой уровень Он уже 43 уровень Ну в принципе Ему ещё 2 уровня Как я уже говорил 2 уровня И в принципе На этом Его кач в этой серии Прекратится Потому что Это в принципе Будет нормально Так 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 Ну давайте Попробуем Вряд ли мы его сможем Хотя Хотя Если Праймэп не мог Справляться Слоу Бро Потому что У него Против них Не было Никакой нормальной Атаки То Зашибись Зачем я это сказал То Заноза В принципе Начал Справляться Но Начал То он Начал Справляться Офигеть Я вообще Никого Не могу Вызвать В бой Пожалуйста Пожалуйста Праймэп Да Давай Дайди 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 Да иди ШАЙНИ ДРАГУНЕР ШАЙНИ Мы 81 серию не могли найти Дратини Потому что я её искал, я её искал, я её искал И я просто-напросто никак не мог её найти Ладно, это не Дратини, ладно, это вторая её эволюция Но, что-что-то я вообще не рассчитывал поймать ШАЙНИ ДРАГУНЕР Ладно, пока что мы его ещё не поймали, но всё же Если я даже не смогу его словить в дайвбол, я миллион процентов кину в него мастербол Вот прям миллион процентов Поэтому, ребята, можете даже не говорить, что Эдисон там пытается словить его другими болами Нет, если я не смогу его словить, я кину в него мастербол Да, я использовал гейммод, но я использовал гейммод не для того, чтобы словить покемона А для того, чтобы просто к нему подлететь Потому что у нас не было ни летающих покем... Нет, у нас был ШАЙНИ ФИРУМ В новых версиях Пиксельмона создатели исправили ту фигню Что, например, когда ты летаешь на определённом покемоне Ну, вообще не на определённом, вообще, когда ты летаешь на покемоне То ты не можешь кидать покебол в полёте То есть, ты не можешь кинуть покебол с покемона То есть, если кидаешь, то ты прям ему в башку ударяешься И покебол не кидается И это баг То есть, чтобы я летал на покемоне, чтобы я не летал на покемоне Я бы не мог его словить Мне кажется, лишь что-то залагало Потому что я использую дайвболы Но почему-то они не пропадают Фиг его знает То есть, ребята Вот, замечательно, мы словили Драгонера А у нас мастербол... Не пропал мастербол, это лаг какой-то Нужно мне сейчас будет перейти Давайте вернемся на наш остров То есть, ребята Чтобы я использовал Фирова Чтобы я не использовал Фирова Это до одной жопы Потому что, смотрите, я вам даже сейчас докажу То, что это баг Допустим, это у нас... Это у нас Дратини, да? Вот это у нас Дратини Представим Если бы я вот так летал Если бы я кидал болт То, видите, ребята Давайте еще раз покажу Я кидаю болт И он ударяется в башку Фирова То есть, он не летит дальше Вот видите? Это, в принципе, баг И я бы никак не смог словить Дратини Если бы я не использовал сейчас гейммод Гейммод только для того, чтобы подлететь к самой Дратини К сожалению... А, в принципе, у нас был Лапрос Мы же на Лапросе могли туда подлететь Не подлететь, а подплыть Ну, ладно, пофиг Словили так уже, словили Я еще, наверное, перезайду Потому что, мне кажется, какой-то баг произошел Или то, что покемон... Вот видите, я кинул мастербол Но мастербол почему-то не пропал Так же, как и дайвбол Ладно, сейчас перезайду Ну вот, ребята, я перезашел Это офигеть, как круто Вот честное слово Это офигеть, как круто Я даже сейчас пойду Кстати, у нас пропал мастербол Мастербол у нас пропал... Не пропал, но мы словили Дратини Если мы словили Дратини А мастербол у нас не пропал Я выкину этот мастербол Я его просто-напросто сожгу Потому что, чтобы вы не говорили То, что я читер Да, мы словили Драгон Эйра Да, вот он В мастерболе Видите И чтобы вы не говорили То, что я читер Хоть в принципе я и использовал Гейммод для того, чтобы Я использовал гейммод для того, чтобы Подлететь к Драгон Эйру Я не использовал гейммод для того, чтобы его словить Чтобы вы не говорили То, что я читер Вот, ребята Мы использовали мастербол Но он почему-то залагал И он не пропал с моего инвентаря Чтобы вы не говорили То, что я читер Что я сэкономил там один мастербол Это самый, в принципе, дорогой предмет в пиксельмоне То я его выкинул, да, ребята Гемот, ну, это просто чтобы подлететь Потому что, во-первых, я обрадовался То, что это дротини или это там Драгонер, неважно Это один и тот же покемон, просто разные эволюции В принципе, многие от этого не зависят Они даже очень похожи Просто размеры отличаются Я просто офигел, я сразу же подлетел Но я еще больше офигел Когда я увидел то, что это Шайн или Драгонер Это просто охренеть Это просто охренеть Я вообще даже думал, что мы дротини В этом сезоне не словим Но то, что это будет еще и Шайни Это просто охренеть, ребята Но, в принципе, мне кажется, на этом действительно Можно уже заканчивать Если вы рады новой серии Pixelmon, то вы, ребята, знаете, что делать Не забываем поставить лайк Потому что именно от вас может зависеть Когда выйдет новая серия Pixelmon И что самое важное, выйдет ли она вообще Потому что я не знаю, есть ли смысл Нам продолжать вот эту рубрику Если мы наберем 2000 лайков, я выпускаю новую серию Если мы наберем больше, чем 2000 лайков Я буду только рад Потому что я увижу то, что вам действительно нравится Pixelmon И у меня появится еще больше И больше И больше Стимула И, в принципе, силы Для того, чтобы записывать новые серии Pixelmon Я увижу то, что они вам нравятся И то, что вы хотите продолжения Поэтому, ребята, я буду для вас их записывать Не поленитесь секунду, чтобы поставить лайк И также секунду, чтобы подписаться на мой канал Это вообще самое важное Каждый подписчик для меня как друг Как видите, я с вами общаюсь на протяжении всей серии Всей, не всей Всей серии Поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков Тех, кто еще не подписан на мой канал Неважно, нравится ли тебе Pixelmon или нет Будем выпускать другие видео Но все же подпишись Я действительно буду этому очень сильно рад Ты потрачишь только 2 секунды Но за эти 2 секунды ты действительно сможешь делать меня намного счастливее Ребята, я вам говорю большое спасибо за просмотр Именно тем, кто досмотрел это видео до конца Еще И все-таки еще сейчас сидит и слушает то, что я говорю Я вам всем жму руку Потому что вы реально заслушаете уважение Не каждый может досмотреть видео до конца Многие или перематывают, или выключают Кто досмотрел, тот реальный Молодец, я говорю вам большое спасибо Ребята, всем удачи и всем пока